На начало 2019 года у всех управляющих компаний, садовых товариществ и частных домовладений должны быть заключены договоры с уполномоченными региональными операторами, которые занимаются обращением с твердыми коммунальными отходами. Несмотря на то, что до этого срока времени осталось уже не так много, нерешенные проблемы остаются. Соответственно, возникает много вопросов о том, как это будет происходить, как нам 1 января не остаться с горами мусора и прочие вопросы. Для разъяснения ситуации по новым правилам сбора и вывоза мусора на встречу с председателями Советов многоквартирных домов приехал заместитель руководителя компании, русский региональный оператор Иван Козлов. Реформа системы обращения с ТБУ идет сегодня в масштабах всего государства. С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу мусора переходит в разряд коммунальных. Что это значит? Это значит, что есть организация, которая предоставляет эту услугу и организация работает по тарифу, тариф определяет субъект Российской Федерации. То есть мы уходим от договорных отношений в бюзе мусора, переходим на прямые договора с региональным оператором. Региональных операторов выбирает субъект Российской Федерации, то есть в нашем случае это правительство Московской области. В апреле этого года были проведены открытые конкурсы. Московскую область поделили на 7 частей, так называемые 7 кластеров. И вот в одном из кластеров выиграла наша компания конкурс, называется «Русский региональный оператор». В наш кластер входят 14 муниципальных образований, в том числе Одинцовский муниципальный район. Вопросов по новой системе работы с отходами много. Как будет проходить разделение мусора? Что делать домам, у которых нет специальных контейнерных площадок, но есть мусоропроводы? Каким образом решать проблему крупногабаритного и строительного мусора? При этом практически все согласились с тем, что главное, не ломая на корню существующую схему, плавно перейти к новым технологиям утилизации ДБО. Мы внедряем автоматизированную систему, так называемую АИС-отходу, это управление с отходами. Все возщики наши, которые мы будем что-то сами возить, где-то мы возьмем на суд подряд, потому что все охватить невозможно. Мы всем будем устанавливать систему АИС-отхода, так называемое управление отходами. Машины ездят только по маршруту, водители должны сфотографировать контейнерную площадку до его приезда, после его приезда. Вот эту программу, ее разработка у нас в группе компаний, она уже внедрена в Казани, еще в Нижнем Новгороде внедряется, сейчас еще в нескольких крупных городах. Пока вывозить отходы будут по-прежнему на полигоны ТБО. При этом русский региональный оператор предполагает быстро переходить к раздельному сбору мусора и оборудовать дополнительные площадки для его сортировки. А в 2021-м в регионе должны заработать сразу 4 высокотехнологичных мусоросжигающих завода. В том случае, если все пойдет так, как планируется, внедрить новые технологии сбора и утилизации мусора удастся за 3-4 года. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.